добрый день друзья в данном видео я расскажу как сверлить стекла начиная с того как сверлить простой стекло поставить метку крестиком обрезать водой медленно увеличивать вращение сперва надо угол засверлить чтобы она не скатывалась туда влево вправо угол засверлился он теперь как упор будет использоваться и постепенно наклонять сверло пока не появится ну кольцо в стекле слабо давить но при этом придерживаться чтобы лево вправо не скатывался после того как кольцо появилась можно ну посильнее уже давить сверлить до половины поверхность ровная должна потому что если будет неровная все равно же давление в этом месте трещин может пойти через отверстие также уголок проверяется то что она симметричность она уходит влево вправо передвигается сверло влево вправо под самый конец ослабить давление потому что будут сколы большие если там она будет но отличаться левее правее уходить можно просто и рассверлить сверлить стекло нужно с двух сторон или зеркало почему нельзя сверлить с одной сторон я расскажу далее сверление стекла вид сверху я использую трубчатые коронки трубчатые сверла по стеклу керамики с алмазным напылением по краям они продаются в большинстве строительных магазинах магазинов вроде инструмент кастерам астроландии прочее перевариваем стекло и сверлим с обратной стороны если метки не сходятся корректируем сверло ставя его выше или ниже вообще сверление чтобы его чтобы она у вас хорошо получалось желательно потренироваться на каких-нибудь ненужных стеклах потому что с первого раза мало у кого получается никакую специальную воду не надо использовать у меня там обычная вода а точнее мыльный раствор который я использовал для фотопленки ну вообще не важно что использовать какую воду мыльную конечно нежелательно стекло будет скользить сверло по стеклу как сверлить зеркало зеркало сверлиться также как и стекло но с небольшим нюансом так как она не прозрачная нужно начинать сверлить со стороны амальгамы то есть непрозрачной стороны перевернули и видим метку если мы сверлили с этой стороны то никакой бы метки не увидели что будет если сверлить только с одной стороны как сверлить большой диаметр и как обезопасить себя сверло и такfrочной стороны вот такая я на вашем вопросе вот так как я буду рассмотреть от царапин на стекле только для тех кто беспокоится о том что может поцарапать или у кого мало опыта под рукой у меня был изолент изоленты и двух сторонний скотч вообще по-хорошему использовать малярную ленту наклеили поставили метку так как сверло большое и сложно угадать центр можно чертить его либо поставить метки изоленты это не лучшее решение лучше всего использовать малярную ленту покрываете площадь как можно больше если вы сомневаетесь себе и спокойно свернуть взял чуть меньше надо было взять чуть выше потому что сейчас при сверлении так а у меня же вообще никто сомневает а 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 и а а а опасность сверления больших отверстий особенно если это стекло большого размера и большей площади в том что будут перепады в особенно если поверхность неровная если поверхность неровная такое стекло обязательно даст трещину потому что вы на стекло давите и если вы сверло неравномерно просверлили потому что тут глубже может каемка тут меньше и начинаю сверлить с обратной стороны на неровной поверхности само стекло под своим весом обычно про большие размеры это я имею ввиду двухметровые полтора метровые широкие там 60 80 метр по кухонный фартук либо стекло толстая 6 миллиметров у него большой вес и если сверлить на неровной поверхности и неравномерно то есть каемка глубже каемка меньше может пойти трещина вот загвоздка сверление больших отверстий так можно использовать скотч либо как вариант наклеить бумажку можно сверлить просто так поставил метку с двух ровных сторон 777 17 миллиметров еще какой нюанс с какой стороны удобнее сверлить вот с этой или с этой если вы будете сверлить с этой стороны то во первых стекло держать неудобно ну и плюс поверхность зеркал который можно поцарапать вероятность больше если же вы будете держать изделие с этой стороны вы уже при сверлении будете само собой придерживать зеркало если поцарапает она может куда-то там вверху идти не на самую поверхность зеркала под конец при сверлении больших отверстий нужно уменьшить штаб обороты и начинать рассверливать отверстия иначе сверло закусывает и ваше стекло зеркало если она небольших размеров начинает вращаться вместе с вернулся шуруповерт проводной максимально обороты у него 1050 оборотов в минуту сверлю в режиме сверла на высокой скорости на этом все спасибо что посмотрели данное видео подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайк если данное видео было полезным спрашивайте в комментариях если что-то непонятно обязательно отвечу